Представлено просто распределение зависимой переменной. Безусловное распределение зависимой переменной. Во-первых, надо увеличить масштаб, потому что так очень плохо видно. Итак, 81,5% респондентов не проявляют активного политического участия. И только 18,5% проявляют. Дальше машина пытается создавать условное распределение на основании введения предикторов. Мы видим, что первый предиктор, который позволяет существенно поменять процентные соотношения, это интерес к политике. Мы видим, что соотношения меняются относительно исходных. Где-то теперь баланс сместился еще больше в пользу NO, а где-то баланс сместился в пользу YES. Аналогичным образом строятся новые отростки, добавляются новые предикторы. Баланс еще больше изменяется. Нас интересуют только те узлы, в которых категория YES имеет больше 50%. Например, вот этот узел. Остальные можно скрывать, нажимая на вот такие минусы. Я скрыл ненужные узлы, и получилась более обозримая картинка. Более того, все равно не все узлы нас интересуют. Невозможно просто скрыть узлы промежуточные, если они ведут к интересующим нас узлам. Поэтому есть смысл смотреть не только на графическое представление, но и на табличное представление. Я отсортировал все узлы по проценту категории YES. И вижу, что 12 узлов имеют процент выше, чем 50. Именно они меня и интересуют. Вот их номера. Можно их идентифицировать и на графике. Например, самый высокий процент YES находится в узле 64 и 80... А, не 64, извините. В узле номер 60 и 82. Что это за узлы? Это узлы, которые характеризуются...